Приветствую всех на своем канале. Никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас. Возле четырех из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции российские войска разместили технику со взрывчаткой. Об этом заявляет Кирилл Буданов. План теракта на Запорожской атомной электростанции полностью разработан и утвержден. Для ускорения крушения они могут использовать технические средства. К аварии Запорожской атомной электростанции может также привести к повышению россиянами напряжения на линиях электроснабжения до станции. По словам начальника Генерального управления Министерства обороны Украины, приказ государства ГССР совершить теракт на Запорожской атомной электростанции может быть вызван поражением российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра. Создание зоны ядерного бедствия Россия рассматривает как предохранитель дальнейшего продвижения сил безопасности и обороны Украины. В то же время, по оценке Буданова, существует риск, что Москва может осуществить атаку на Запорожскую атомную электростанцию с утечкой радиоакции как превентивная мера, чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде. Также хочу добавить, что слышал от некоторых аналитиков, что есть якобы два варианта ядерной угрозы. То есть наши войска сейчас идут активное наступление на юге Украины. Соответственно, есть большие риски для Российской Федерации того, что наша армия, то есть наши воины зайдут в Крым и освободят его. Поэтому для того, чтобы не допустить этого, Россия может взорвать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы, как было сказано выше, сделать такой предохранитель. Но есть еще и другой сценарий. То есть если наши вооруженные силы Украины зайдут в Крым, то может быть нанесен удар тактическим ядерным оружием по Киеву. Еще и такие варианты рассматриваются и сообщаются о таком. Как будет неизвестно, следим за обстановкой, опасность очень высокая, поэтому всем советую быть бедительными, быть готовыми к любому развитию событий. И соберите на всякий случай себе вот этот тревожный чемоданчик со всем необходимым, со всем самым важным, со всем тем, что необходимо.